Завтра-послезавтра он стоял много лет назад во всех авторитарных и тоталитарных режимах, при том, что в той же самой Германии, где успешно произошла деноцификация, не та деноцификация, которую говорят наши пропагандисты, а настоящая. Ну, собственно, федеральным президентом в одно время был Киссингер, не путать с Киссингером, скромный чиновник министерства Геббельса, член НСДАП до определенного момента. И многие позиции в полиции и в аппарате различных министерств занимали бывшие члены партии, исправившиеся, принявшие новую действительность. Это гигантская тема, про которую писали там лучшие умы. Ханарен писал, как на следующий день после поражения Германии в стране не обнаружилось ни одного нациста. Я как-то сразу сказал, вот другое дело тут. Ну, мы же за демократию, на самом деле, были всю жизнь, мы просто как бы там пережидали, ну, служили. А что нам оставалось здесь? Ну, мы же сами это пережили. Против коммунизма были все, в основном коммунисты. В 89-м, в 91-м году. Ну, прям моментально. Вот почему я считаю, что ситуация для обычных людей в Советском Союзе была легче, потому что другой действительности не было. Ты при этом родился, ты при этом жил и думал, что при этом умрешь. Ну, а куда ты денешься? Сидишь и служишь, делаешь карьеру, там, да, как-то. Ты цитируешь Маркса в своей кандидатской диссертации прежнего, да? Ну, и как? Ну, правило такое. А сейчас-то мы хлебнули другого совершенно при Борису Николаевичу и при Михаилу Сергеевичу. Дай Бог Михаилу Сергеевичу здоровья. И получается так, что те, кто приспосабливался уже после Ельцина, не понимали, что они делают. Не понимали, что они переходят на сторону зла. Здесь есть, конечно, разница. И здесь есть ответственность этих людей, здесь я соглашусь с вами. Все-таки есть, при том, что они не готовы никого там серьезно судить. У всех как бы какие-то свои обстоятельства, но их ответственность, безусловно, есть за то, что произошло со страной. Ответственность главных редакторов основных изданий, которые все это принимали и приспосабливались, опускаясь все ниже и ниже по деградационной лестнице приспособления. Ответственность бизнеса самого разного, который тоже приспосабливался изо всех сил. Который понимал, что строить бизнес можно только на связях с государством, на высоком уровне, с большим государством, на среднем, со среднем, на низшем уровне. С другими государственными чиновниками. Ну, такая система, ну что мы можем сделать? Мы, в общем, живем же в ней, ну и адаптируемся как бы. Ну, параллельно у нас же свободное передвижение, у нас же дачи в Испании, у нас же мы разбираемся в винах, мы хорошо живем. Отлично, нахрена нам эта демократия в этой ситуации? Нахрена нам смена власти? Вон Собянин, отлично вообще. Те люди, которые поддерживали Собянина, сейчас находятся не совсем в том городе, в котором они пели «Осанну» долгие годы, с прославлением этого, как бы, просвещенного московского авторитаризма. Ну, чем плохо-то? Ну, вот авторитарный правитель. Ну, эти протесты, нафиг они тут нужны? У нас тут все цветет. У нас сплошные пробки в театрах премьеры. Что? Что не нравится? Можно так жить. Оказывается, нет. Оказывается, нужна демократия, вот эта проклятая. Оказывается, нужно этих людей ротировать. Оказывается, нужно советоваться с гражданским обществом. Оказывается, нельзя это общество бить дубинками, потому что, если ты с ним советуешься, ты становишься самым эффективнее. А сейчас все это провалило с тартарары. Этой экономики нет. И этих вин скоро здесь не будет. Ну, эти люди, они будут пить эти вины там за границей. Сейчас немножко перескочу, но просто вот вы сказали, что у класса, да, такого была удовлетворенность, и поэтому они ничего не хотели менять. И как-то думали, что если не будет ничего меняться, то удовлетворенность это останется. А оно как раз не осталось, обманул их гарант. И кинул просто, грубо говоря. А я хочу спросить, почему он кинул? Ну, потому что ведь есть куча диктаторов, да, если простым грубым языком выражаться, куча тиранов всяких, куча людей, узурпировавших власть, которые ничем подобным не занимаются. Ну, мы знаем, что некоторые из них действительно развязывают войны, а некоторые сидят себе спокойно. Ну, вот-то я не знаю, можно привести, ну, с десяток, наверное, стран, начиная там от Туркмении, заканчивая как-нибудь там Саудовской Аравии, в которых никаких войн, которые никаких войн не развязывают. И более того, ну, считаются при всем своем, там, я не знаю, людоедстве, в буквальном смысле этого слова, практически, да, мы помним случаи Хашоги, надежным игроком мирового сообщества. Почему здесь-то война? Это замечательный вопрос. Вот, да, есть диктаторы, которых, наверное, называют политической теорией benevolent dictator, это, ну, как бы, доброрасположенный диктатор. И очень долгое время таковым считался Владимир Владимирович. Ну, он же тут, в общем, как бы погружается в экономические детали. Очень много внимания уделяет экономике, развитию, ну, на свой специфический лад, но, тем не менее, там, у нас проекты, вот это все, вся вот эта вот растрата бюджетных денег, ни кроме на что, но неважно, как бы, вот, как-то вот, перспективы какие-то строил, цели, задачи. Даже вот лучшие умы, Сергей Гурьев с Даниилом Трейзманом написали книгу про информационную диктатуру, где написали, ну, сейчас диктаторы другие, им не обязательно подавлять. Достаточно, как бы, вот так вот управлять информацией, что люди, ну, как бы, смирятся с тем, что происходит, подвергнуты пропаганде в какой-то степени. Ну, как вот Россия, да, в 10-е, 20-е, в начале 20-х годов. Но здесь, конечно, есть некоторые нюансы личные, Владимир Владимирович, судя по всему, меня всегда убеждали, что у нашего эстаблишмента нет идеологии, потому что деньги там, яхты там, дети там, ну, как они могут? Ну, у них такая сильная идеология, такая предрасположенность к восстановлению того, что они считают империей, российской империей, то, что они считают русским миром, мы всего лишь давно много раз это слушали, тому миру, в котором нет ЛГБТ проклятого. Ну, патриарх Кирилл просто вот упростил это до формулы, когда он сказал, вот, основная битва идет вот с Западом, и знаете, вот где критерии, собственно, Запада, это вот гей-парад, сказал патриарх Кирилл. Ну, вот, по-римски, боюсь, такого не скажет никогда, потому что у него чуть больше все-таки понимания внешнего мира, реальности тогда. Так вот, империя, фантом наиболее империя человеку или нескольким людям, которые взяли власть в 2000 году, не дает покоя, не давала покоя, вплоть до возбуждения, как бы, некоторой злости. А империя – это всегда нарциссическое состояние, мы лучше всех, мы духовнее всех. Запад прагматичен, мы духовно, у нас Достоевский-Толстой, даже если мы их не читали никогда в жизни, мы лучше, у нас должно быть все свое, давайте сделаем импортозамещение. Потом выяснилось, правда, когда рухнула наша часть экономики, показалось, что у нас никакого импортозамещения не было, и быть не может, потому что если ты хочешь импортозамещения, тебе все равно нужны запчасти иностранные. Больше что мне здесь нравится слово «выяснилось», но ведь это было и так. «Выснилось», да, это вот такое ощущение, что это было совершенно неожиданно. Так, зависимо от мира, какие-то контейнерные перевозки. Нет контейнерных перевозок – нет России. Есть контейнерные перевозки – есть Россия. Я бы так вот переначал нашу классику Володину. И вот это вот нарциссическое чувство, оно мстительное, это большая обида. Обиду невозможно на каком-то этапе подпростить. Это все описано у людей, занимающихся психоаналитикой. Эрих Фром – анатомия человеческой деструктивности. Казалось бы, иррациональные вещи, которые эта власть рационализирует, тем, как она описывает то, что она сделала, то, что нельзя называть, это как бы рационализация. Мы не просто так вот, мы патриоты, конечно, у нас эмоции там работают. Но есть рациональное зерно, нужно сделать так вот, чтобы добиться вот таких-таких-то целей. Но, тем не менее, это на кушетку психоаналитика. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok